Игроки не могут отдаться полностью игре, порваться должны за каждый мяч, а у нас мячи падают на полу и никто даже не пытается забрать этот мяч. Защита была вообще отвратительная, практически еще не было. Кто хотел, тот и забивал. А без защиты в баскетбол не играют. Я им уже пытаюсь это доказать, но у нас все равно они хотят больше забить, чем защититься. Когда начали четвертая четверть защищаться, все стало как оно должно было быть. Ну, еще, конечно, после травм, болезни, не хватает их на все время, которое они должны играть. Думаю, со временем эти травмы пройдут и болезни будут совсем другая команда. То есть сейчас, вы сказать, не хватает сочетания с игромности и психологии? Ну да, потому что Майкл после травмы, он бороться не может. Он сегодня сделал четыре подбора, но для него это очень мало. Он всегда больше делал, больше десяти всегда делал. Мы из-за этого сейчас проиграли подбор. То есть сейчас команды, в принципе, все торги все равны, поэтому малейший компонент, который упадает, сразу влияет на этот удар? Ну, конечно, вот у нас сейчас Диор начал играть, но с таким процентом 8-2 человек не имеет права, который приезжает играть за украинскую суперлигу. Он не имеет права так себе играть. Он должен быть активнее, он должен быть и в защите нападения, а у него нет ни в защите, ни в нападении. Ну вот получается, что у нас сейчас вышли украинцы, которые, да, они слабее физически, но за счет желания они догнали практически. Если бы не пару там ошибок глупых, то могли бы даже эту игру и выиграть. Спасибо.